В округе состоялась очередная экологическая акция. Сотрудники Люберецкой администрации вместе с представителями Малаховского лесничества и жителями привели в порядок территорию лесного массива в посёлке Красково. Как прошла акция, расскажем в сюжете. Несмотря на дождливую погоду, вооружившись перчатками и мешками для мусора, люберчане приступили к уборке леса. Молодогвардеец Артём Шарапов не пропускает ни один субботник. Когда вижу мусор в лесу, у меня аж сердце кровью обливается, понимаете? Это же не очень хорошо, когда засоряется лес. Лес – это всё-таки природа, это всё-таки наше здоровье, наша жизнь. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Воспитывать надо, ещё с детской скамьи надо воспитывать, приучать к чистоте. Поваленные деревья распиливали на части и отправляли в дробильную машину. Бытовой мусор собирали в бункер. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» его отправил на полигон ТБО. Вместе с жителями округа к экологической акции присоединился Владимир Волков. Безлюбленное место наших жителей. Сюда приходят, отдыхают, играют, занимаются спортом, гуляют. Эта территория требовала дополнительной очистки. Но так как это лесфонд, мы согласовывали эту акцию с лесничеством. Раньше валежник из леса нельзя было собирать. То есть деревья как упали, так и лежали. Более того, на протяжении некоторого времени, примерно пятилетия, не проводились никакие санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах. Пару лет назад людям, всем желающим, всем нуждающимся, разрешили собирать валежник в лесу для использования в личных целях. Единственное, что если вы приходите в лес, перейти валежник и забираете, оставлять после себя чистоту. В уборке лесного массива приняли участие более ста человек. За несколько часов территорию площадью 4 гектара привели в порядок. А на главной поляне установили 8 лавочек из природного материала. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.